Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, богини Коатликуэ, Постклассический период, 1521 год, андезит, высота 350. При проведении работ по благоустройству 13 августа 1790 года в Мехико была найдена монументальная статуя богини Коатликуэ, Ацтекское имя, которое подсказало ее одеяние. Коатликуэ, та, что в юбке из змеи. Изваяние лишь общими очертаниями напоминает человеческую фигуру. Монолитный объем отличается геометризмом и компактностью. Скульптура как бы составлена из отдельных изобразительных элементов, Объединенных по принципу строгой симметрии. Это огромные стопы переплетения змеиных тел, украшенных черепом пояс, Человеческие сердца и ладони, хищный оскал клыков. Каждая деталь композиции имеет определенное значение. Говорит о благодетельных или устрашающих силах богини. На ее груди ожерелье из двух пар раскрытых ладоней и человеческих сердец. Это символы, связанные с представлениями о плодородии и ритуалами жертвоприношений. Сочетание реалистично исполненных деталей с условностью целого, создает неповторимую выразительность образа. Суть которого очень точно выразила отечественная исследовательница культуры ацтеков Козлова. Она сказала, что статуя богини Коат-ли-Куэ грозный и торжественный гимн войне, как основополагающему закону мироздания. Ну вот такое описание к работе богини Коат-ли-Куэ, постклассический период, 1521 год, Анде-Зип, я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok